В Белгороднестровском жизнь идет своим чередом. Дворники убирают опавшую осеннюю листву, дети ходят в школы и детсады, а взрослые спешат на работу. И в городской избирательной комиссии кипит жизнь. Здесь готовятся к грядущим местным выборам. Уже прошла жеребьевка, стало известно, как в избирательных бюллетенях будут располагаться представители политических сил. Все представители партии были запрошены на наши заседания и проходило жеребьевание. Жеребьевание прошло на достойном уровне. Все было прозоро. Все было, согласно законодательству, все было сделано. Также на этой неделе члены комиссии утвердили текст бюллетеней, по которым горожане будут голосовать за кандидатов мэра Белгороднестровского. Помимо этого утвердили бюллетени и по кандидатам депутаты горсовета. И так, один из первых бюллетеней – это бюлетень по делу единого одномандатного виборчика округа из выборов Белгороднестровского – м�를 главу. В бюлетене будут прозвищать наших кандидатов на Белгороднестровском – главу будут размещены в алфавитному порядку. И так, бюлетень по Как отметила секретарь избирательной комиссии Людмила Шамрина, даже несмотря на то, что ситуация в стране сложная, каждый из жителей должен проявить свою инициативу и прийти проголосовать. От этого зависит благополучие не только нашего города, но и страны. Людмила Алексеевна призвала горожан не быть безразличными, прийти проголосовать и тем самым принять активное участие в возрождении Белгороднестровского. Ведь, как гласит народная мудрость, на земле происходит много бед именно из-за безразличия. По выборам, которые нам предстоят, будут они проходить с 8 утра до 8 вечера по закону. И надо не забыть о переводе времени, чтобы избиратели наши об этом не забыли. При себе обязательно иметь паспорт. На этих выборах будет предложено 3 бюллетня. Один в областную раду, один с кандидатами на мэра города и один в депутатский корпус. В этом году избирается 35 депутатов по закону. Количество депутатского корпуса уменьшается. Борьба за голоса горожан ожидается горячей. Выборы – это возможность граждан проявить инициативу и выполнить свой долг. И от этого выбора будет зависеть благополучие каждого керманца.